Если вы хоть раз интересовались револьверами под патронов Лабера, то, вероятно, слышали про модель под названием Stalker. Это турецкий револьвер, пользующийся популярностью благодаря относительно невысокой стоимости. Сегодня мы изучим двухдюймовую версию этой модели. Сначала немного о производителе. Из-за визуальной схожести с револьвером Ecole Viper, Stalker часто приписывают фирме-производителю Ecole, Voltran. Кто-то указывает некую турецкую компанию Мэйдан, хотя информации о ней нигде найти не удалось. Если внимательно посмотреть на коробку, то можно обнаружить на фирменной наклейке надпись Attack Arms. Сайт Attack Arms – официальное представительство компании Zoraki, турецкого производителя оружия. Более того, прямо на сайте красуется модель Zoraki R1, являющаяся точной копией нашего сегодняшнего героя. Да и на коробке Stalker именуется как модификация R1 с 9-зарядным барабаном под 4-мм патроны. Внешне Stalker действительно похож на Ecole Viper. Небольшой, но удобно лежащий в руке револьвер, привлекает внимание матовым воронением и пластиковой накладкой на рукояти, выполненной под дерево. По поводу покрытия, хочется сказать, что несмотря на внешнюю привлекательность, оно потребует деликатного обращения. В отличие от глянца, все тряпочки и салфетки могут оставлять на этом покрытии микроворсинки. Есть версия с простой черной пластмассовой ручкой, а также вариант с длинным 4-дюймовым стволом. Основной материал корпуса револьвера – сплав. Остальные только барабан, ствол и прицельная планка. Поверх ствола, кожух и сплава держится он благодаря вот этому металлическому штифту. Наибольшее опасение вызывает то, что спусковой крючок и курок сделаны не из стали. Срок их службы под вопросом. С левой стороны размещен сдвижной рычажок откидывания барабана. В таком положении он крутится не свободно, поскольку задевает за корпус револьвера. В итоге стирается воронение на корпусе и появляются полосы на барабане. Винт, регулирующий кран, можно затянуть сильнее, чтобы барабан не болтался, но тогда трение станет только больше. Это неприятная конструктивная особенность нашего экземпляра. Не могу сказать, повторяется ли она в других револьверах. Еще один нюанс – вырез в казенной части рамки, который явно взят в 9-мм версии и не имеет гладких скосов специально под 4 мм. В результате при подъеме револьвера вертикально патроны выпадают из комор барабана и застревают в вырезе при попытке взвести курок. Прицельная планка регулируется за счет размещенной под ней пружины. Удобно и быстро. За это скажем спасибо разработчикам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подгонка деталей у револьвера вполне приличная, ствол гладкий, щель между стволом и барабаном небольшая. Правда при стрельбе немецкими патронами «Динамит Нобель» возникли некоторые проблемы. После выстрела тонкостенные гильзы патронов вздуваются и выпуклые донцы мешают вращаться барабану при взводе. Так что мы бы не советовали использовать эти патроны при стрельбе из «Сталкер». Револьвер показал неплохую кучность и точность стрельбы на дальности 7 метров. Прицельная планка позволяет без особых корректировок попадать в цель. При этом разброс минимален при стрельбе с упора. Радует начальная скорость пули. Средний показатель 225 метров в секунду.